О Донбассе, экономике и мифической российской угрозе, о чем говорил Путин на форуме «Россия зовет». В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока-2». НАТО признала космос новой оперативной сферой Альянса. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что украинские военнослужащие, в том числе бойцы Национальной гвардии, не вернутся в серые зоны Донбасса. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарной сессии 11-го инвестиционного форума «Россия зовет». Все-таки рассчитываю на то, что не будет возврата в эти серые зоны, потому что мы слышали уже от некоторых политических деятелей, что в эти зоны, откуда ушли войска, туда должна быть заведена украинская национальная гвардия и полиция. Путин согласился, что в серых зонах необходимо поддерживать правопорядок. При этом он отметил, что нацгвардия Украины в значительной степени была сформирована из националистических батальонов. Если они назад вернутся, ничего хорошего из этого не получится, потому что тут же будет зеркальный ответ со стороны ополчения Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер также выразил надежду на то, что такого развития событий не будет. В ходе своего выступления Владимир Путин также отметил, что Соединенные Штаты допустили серьезную ошибку, поставив своей целью сдерживание России и Китая. В этой связи президент также подчеркнул, что все прекрасно понимают отсутствие у РФ агрессивных внешнеполитических планов. Несмотря на все проблемы с Украиной, с спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. В этом самом. Сколько в Евросоюзе жителей, сколько в НАТО жителей стран НАТО, каков суммарный экономический и военный потенциал. Это просто чушь, бред собачий. Российская угроза – это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Также Владимир Путин уделил внимание экономическому развитию в стране, отметив, что в России сохраняется позитивная динамика, несмотря на общемировое снижение в этой сфере. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы это все с вами хорошо знаем, и 1,1%. Президент также рассказал, что с января по сентябрь этого года безработица в стране составила 4,6%, что является самым низким показателем за всю историю современной России. Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются, но при этом выразил сожаление, что реальные доходы граждан, которые являются важным индикатором развития, фактически остаются на прежнем уровне. Президент заявил, что изменение этой ситуации является, безусловно, важнейшим направлением работы правительства. В Сенате США заявили о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». По словам сенатора Теда Круза, в случае завершения строительства газопровода Россия сможет получить миллиарды долларов, которые будут использоваться, цитата, «для подпитки российской агрессии». В то же время трубопровод навредит всей Европе, сделав Запад Европы более зависимым от российской энергии, более подверженным экономическому сдерживанию, более подверженным экономическому шантажу. Я полагаю, что всем заинтересованным сторонам будет лучше, если Европа станет получать энергию из источников, которые не будут использовать ее как способ шантажа. Сенатор заявил, что США могут остановить или отложить более чем на год ввод «Северного потока-2» с помощью санкций. В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что Европа нуждается в стабильных поставках энергии, и Москва готова их гарантировать. Речь идет о том, чтобы обеспечить энергоснабжение Европы, Россия предложила условия, которые весьма интересны европейским партнерам. И никаких оснований, ни формальных, ни практических, чтобы тормозить заключенные соглашения, нет. Поэтому наличие общего интереса, мне кажется, позволит преодолеть как политические препятствия, которые чинятся Вашингтоном, так и этот экономический интерес, который стоит за этими действиями США, но который не очень согласуется с экономическими интересами самой Европы. Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что поставки газа по «Северному потоку-2» могут начаться до 2020 года. Он отметил, что технический вопрос связан не только с достройкой трубы, но и ее пуском и наладкой, что в большей степени входит в компетенцию оператора проекта Nord Stream 2. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг заявил, что Североатлантический альянс признает космос новой оперативной сферой деятельности. Мы пришли к соглашению, что космос должен быть новой оперативной сферой альянса наряду с воздушным пространством, землей, морскими территориями и киберсферой. По словам главы альянса, космос стал частью повседневной жизни на Земле, он может использоваться как для мирных целей, так и для агрессии. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в ответ на заявление агенции Каната отметил, что не стоит быть уверенным в миролюбивости его заявлений. Думаю, что НАТО не снимает с себя возможности переноса гонки вооружений в космос, сама по себе эта идея не нова. Но есть вопрос в политических решениях, насколько стратеги НАТО готовы на эти недешевые действия. Морозов подчеркнул, что на данный момент в мире не существует технологий и сфер, в которых можно было бы просто так получить одностороннее превосходство над реальным соперником.